участника вебинара мне являюсь пишет мне очередной письмо но периодически смотрю на работе так уважаемый товарищ заработать но если вы смотрите вебинары они какие-нибудь эти комиксы будем считать что вы время не теряете а как не заказать вас косточки абрикосов уж очень хочется так чаем ответил не помню 1 каталог вышел слова здравствуйте я так и не могу понять до конца что делать пошагово если я возьму вас косточки абрикосов получил по почте это вот якобы не получал вы якобы допустим получил попасть посадил на холмик думаю уже поздней осенью с минимальным заглублением после всхода что делать так вот идеальных технологий не бывает если говорить пошагово тут надо быть так вот у меня да еще второй вопрос у него после всхода что делать поливать рассказываю по порядку но так ведь я уже рассказывал 145 вебинар я еще расскажу очень очень коротко получили кости ну допустим не 40 это минимальный заказ понятно это тьфу вот но даже эти сорок если вы рассадите да допустим про холмы уже знаете молодец но если вы посадите на холмы весне а еще вот так прикопаны по железу ничего не отрицаю и стою с этим но мне всегда вручало то что я мыши и вытравливаю с помощью с и тогда уже не опасно садить вот так у них знать какой попробуйте это ведь тот кто предлагает садить на 6 7 8 и даже 10 сантиметров включая классиков таких гигантов да они же тоже не дураки они то знают что туда мышцы не доберется каждый не выкопает уже плюс а потом они оттуда вылазят как ни странно вылазит пробивает эти 5 10 сантиметров вылазит это не так что вот где-то спичный коробок длина 5 сантиметров вот но все гораздо хуже и гораздо то есть получается выгоднее даже можно посадить эффект не там и посырее там перепады плюс на минус так не влияет ну все замечательно и все-таки те кто занимает хочет заниматься серьезно особенно те кто выпишет 100 200 500 в этом году что-то желающих сразу посадить тысячу штук 500 зависит обладающие потом можно там раздать раздавить продать это что останется сотня там где вала тыща нет не трогай их с места сразу часа для осадков власти в любое ванну с которой вообще на все европу но такие желающие каждый год как-то не замечается и все на что-то будет сделать а проблема заключается в том что у вас может как выходить минимальным заглублением а до весны она будет еще пересыхать они могут прокрыться раньше и будучи на вершине холла мороз можно даже вот эти вот загубить а и вариант мой допустим это все таки у меня они же будет фотографии готовы покажу это все таки питомник переходящий в качующий питомник тире маточный сад а дальше просто сад то есть если не говорю не потому что готова все продать я все продать вам не смогу то есть все продать то я могу потому что уважение не такой уж огромный я даже помните на прошу вебинаре я делал даже этих не больше десяти этих не больше двадцати это от души чтобы размазать на всю зиму но это не касается только ветеранов вот эти ограничения и вот человек который вздумает заказать несколько а я же без ограничения и вот у меня там и бабе заграничения из серопе без ограничения артем еще и еще несколько и получается посадил добротный сад но в виде питомника я пока вам рассказывал такие фотографии что от одних фотографии крыша едет как эффектно когда там на одной сотке там тысяча сразу входит на 2 сотки представляете сразу тысяча всходит вот и тогда мы сегодня что всем зашли и вот получается питомник бутылки разложил мышей потравил осенью разложил центральным зерном пришла пора привил не хотите плевать и вот тут я расскажу удивительную историю я в один раз рассказывал простите те кто знает можете сходить это займет несколько минут но это важнейший момент и так лет 15 назад я уже маленько соображаю вот я печатаю еще интернета не было но я уже статьи печатаю так и вот такой отклик Валерий Константинович извините я рассказывал но все равно есть девочки и это как раз по теме потому что это называется как вы написали пошагово вам нужно пошагово я будем стать вам рассказывать попробовал бы я вам ответить по телефону замучившись и вот пошагово она получает от меня цифры укорбленные выращивать 40 сердцем 20 оставляет на месте по железу 20 переносит и у нее получается все точно наоборот нам не пересаживая все 20 погибают за год за два те что оставила на месте по железу погибают а те которые пересадил все живы конечно для меня это был шок конечно я долго не думал вечером уснул с трудом утром я уже знал ответ то есть потом мы разобрались что она и все заглубляла как раз так как я учили то есть вот так бывает бывает глинистая почва она практически не высыхает может быть длили дожди может вообще у нее климат вот как в Сочи где где это в институте позор не от абрикосов имеется в виду не в самой Сочи а в Краснодаре в университете там в академии забыл как называется серо-кавказские чего то вот и они это как раз не способны жить будучи вот так закопаны это одно из моих мировых открытий потому что и сейчас продолжает свежие книги свежие статьи заглубляйте и мы про это проходили я до сих пор остаюсь полном одиночестве я ведусь тех кто активных кто действительно пытается переломить ситуацию кто ты кто воюет то пишет вот и так а те которые она пересадила все живых что она сделала когда выкапывается я потом ей же объяснял теперь вам тем кто вот этому товарищу объясняю да вот где у меня фамилия ну это все это все живое но это с ватсапа переход пока еще это где-то я упустил фамилию но самое главное это другое стоило и выкопать этой даме саженец обреченный на смерть пока они еще были живы они были плотно рассажены они оказались посажены уже нормально почему садит как садит корни были присыпаны и уже такого заглубления не было а скажем вот такое то есть уже сосались выкопать пожалуйста все видно где примерно даже где корневая шейка у абрикос всем хороши когда там можно вот так сделать вот так увидеть что четкая граница корневая шейка корни и колесе как красного цвета красного красноватого бордового красно-бордового и вот поэтому посадили уже легко она все-таки меня читала поэтому и это вот и было от него именно вот это вот упрек как вы учили я оставила часть на месте они так как раз погибли вот она какой садоваться но я уже после этого от своих слов не отказываюсь я говорю так лучше садить не на гряды гряды не лучшее место для косточек гряды лучшее место для сажится я уже показывал сотни фотографий а так как для костик пусть это будет школка конечно никаких заглублений так чтобы там вода стоял вот я вспомните показывал у меня хоть и хочется склон у меня метр ганса 10 есть и они вот так вот садил вспоминайте и вот так вот вдоль гряды а вот так вот сверху вниз и у меня ничего никогда не случалось и когда я на второй год пересаживала постоянные места или продавал или пересаживаю когда их выкапывал вы не корневая шейка хотя все таки вот так приходилось прикопать еще была цела вот получается что такое пошаговый так чем интересно тем что хорошо бы легкий склон но это пожелание до класса нет хорошо бы легкий склон хорошо бы посадить густо так чтобы легче защитить от мышей легче полить а потом на следующий год уже смотреть а что же натворил то боже мой куда же теперь идти деваться и тут начинается они сделают ли мне питомник и тут уже идет качущий питомник заключается в том что следуя уже начинаете расширение а тут вот так друг от друга растут оставляйте один из десяти и уже более-менее нормально вот это пошаговая и как меня попросили теперь второй вопрос привать не привать это будете решать в привальщик это волшебник я немножко так цинично говорю вообще-то какой хрен волшебник это этот самый как-то выражение за мне то столь против плотника то есть один работает и тот и другой работает с деревом но один очень квалификация другой так себе столь против плотника так и тут можете вообще ничего не делать вот пусть себя растет плохого не получится ошибка страшнейшая этих выпускниц которые они вступили они где-то знаю что гремит моя фамилия они профессионалки они все равно не могли не знать и когда сказали что уже ли за все равно вырастет эти как-то было дички и и жердели и они это говорили искренне потому что они просто ничего с удовольствием не знают сами не привали вот а это отголоски тех времен когда вот полу культурное растение давить показывал я вам сад новой годы сейчас живы сейчас плодоносит сад который был выращен в новой не сеть я большое большой сад промышленной они были то вот такие яблочки а выросли вот такие но тогда мы начинаем это семян тогда мы начинаем нам говорят вот тебя доля вот 100 граммовые абрикосы косточки смысл забыл продаешь да еще за такие день день же сюда и получается что у людей товар судички тут уже совсем другая дело тут вот я к тому что вам плевать или не плевать они очень изначально очень крупно их самодичали за один раз это надо 5 по науке правда эти девочек том что если поставить цель чтобы их превратить обратно в дички какой-то роскошный сорт у меня таких 5 8 сортов которая стоит больше грамм уникальная коллекция единственно на все это вот там ну вы видели фотографии и теперь я я действительно вот при этом пройти вот посадили непривитые вот даже манчжурцы и те укрупняются и те оккультуриваются понимаете вот опять-то это было я ходил собирал собирал клал в рот все манчжурцы круглиплоть до таких я не провели еще на фотографии вы видели я чего не выдумывает то есть дата 21 год там июль август я как бы закончить эту историю если бы эти самые специально даже я могу но это мне надо потратить всю жизнь чтобы брать вернуть их дикое состояние представить ему право у них было свободное пыление это все такое свободное пыление у меня растет академик королевский фаина мичуринский это все 100 граммовики там еще несколько и тут же рядом манчжури и конечно манчжури сможет этот же опылить и получится уже как бы полукультурой всего получится плоды получится какие-то деревья они уже будут не 100 грамм а вы жили допустим 20 грамм даже 15 может быть а допустим 30 грамм 40 50 сейчас вот уже испортили но манчжури своему да здоровье то какое здоровье вот что ему даст вот понимаете и это как раз было бы для ростовской области даже для сочи было бы а вот ростовской области или какой снежище для всего это пошло бы но дальше извините разговаривался а не хрен было меня мордой это в это фея не генетики я не лезу генетику вот на то на вашем уровне я уже все это изучал и законе менделя то уж там сильно то его морду то не воротите от любителя любителя если присвоили звание лучше изобретатель аэроцилизатор города норильска он лежит диплома когда-то показывал что это мало чтобы мозги иметь и я просто рассуждаю дальше это естественно это как раз пусть мы издали пресс-саду навязываться ну еще давайте вы это вырастил эти кости получились 30-50 грамм а его опять манчжури специально сделаю это же есть специально презерватив щеки мальчика это самая кисточка взял еще вырастил стало 20 грамм зачем до этого доводить я жалуюсь чем до какой-то степени получилось что у меня там где растут отдельно академики вот таким а там где в куче а я уже жаловался где крупная грамм по 60 по 70 но сроднились так что я не могу отличить помните фотографии академика от фаины фаина от этого от бая ну что это такое ну и что вот то что я рассказал это между прочим не просто это это есть лекция а как я по продам рассказать ведь нет же то есть идет александр лисея серебря дорогой мы кто лучшего знает вот сейчас из тех кто был на там было 26 учебных дней два потока слота в зале сидели по 100 человек так есть съемки сделаны вот это но понимаете помните ли вы единственный раз когда человек возмутился и не принял на веру то что я сказал я опять же рассказывал ну пусть этот рассказ как у нее 20 погибло 20 пересаженных выжило вот я просто рассказывал что если в один сантиметр будет так если на поверхности из 20 19 сгниет или сидят мы а 20 только пойдет она будет самый-самый а вот если на 5 сантиметров там из 10 может зайти 8 а а если на 10 сантиметров то все 10 все 10 зайдут но именно эти все 10 а потом из гнет заканчиваю рассказ встает я записываю не нужно точно сколько сантиметров мне посадить и вот такой же рассказ сколько минут 8 рассказывал я схватился за голову повторил то же самое на 5 вспоминать и решать сеть вот выйдет и живое это сказать свидетель нет живых много но реально так сказать вот он с вами поздороваться можно привет передать вот вы по ту сторону экрана 145 так вот и все равно она осталась и довольна а иначе как не сказать один сантиметр даже тогда где глинистая почва и где много дождей и там этот сантиметр вы уже дождались урожая уже все а он взял до изгоню надо будет по последованию человек покупает 40 костик минимум а у него допустим в конце концов получилось два дерева 3 дерева но они вот такие все повешенные плодами они оправдали а почему остальные мертвые а потому что человек взял да вообще не стал закапывать я чуть-чуть так придавил и такой способ есть но большинство все равно или больше доберутся или попробуй не дополей он просто не взойдет вот меня тогда достало это я в жалую друзья